СПОРТ-ФМ Ну а начинаем мы, как всегда, традиционно с нашего опроса. Сборная России в ночном матче сегодня победила сборную Северной Америки 4-3 в основное время. И кто же, на ваш взгляд, стал лучшим игроком этого матча? Итак, четыре варианта мы вам предлагаем. Сергей Бобровский, Иван Телегин, Павел Дацук или Никита Кучеров. Ну и можете, конечно же, свой вариант добавлять. Может быть, кто-то, считаете, кто-то стал лучшим не из этих хоккеистов, а кто-то другой. Может быть, Олег Знарок стал лучшим игроком этого матча, да, так как руководил командой на скамейке. Ну а пока лидирует действительно Сергей Бобровский. И 76% наших радиослушателей проголосовали именно за Сергея Бобровского. Пожалуйста, мы, естественно, будем об этом, обо всем говорить. Номер нашего WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот двадцать пять четыре двойки девяносто три и два. Пожалуйста, там тоже можете писать какие-либо свои варианты. Ну и еще раз напоминаю, что сборная России сегодня ночью одержала победу над командой Северной Америки. Четыре-три в основное время проигрывали мы по ходу этого матча. Ноль-один, потом был счет четыре-один, потом удалось североамериканцам две шайбы отыграть, сделать счет четыре-три. Но на больше не хватило, хотя в концовке играли мы троем против пятерых игроков Северной Америки. Была там и штанга, и был Сергей Бобровский, который тащил нашу команду. Ну а мы давайте послушаем, что же сказал нападающий сборной России Евгений Кузнецов, который рассказал о важности игры третьих и четвертых звеньев. За последние пять лет, наверное, я не видел ни одной команды, кто бы выиграл кубок, у которого четвертое звено слабое. Посмотрите, даже Питсбург взяли в том году, там Каллен, Кунакл и Раст играли. Да, они сколько голов забили, им все важные головы забивали. И до этого много таких было команд, и, знаете, иногда должны люди из четвертого и третьего звена вставать и забивать важные голы. Я думаю, это будет одним из самых важных моментов, у кого состав окажется глубже, и кто сможет меняться, быть пластичнее. И, в принципе, ничего здесь такого нет, в каком-то звене играешь и с кем-то выходишь. Главное, что мы все здесь семья, мы все делаем одно дело. Если нападающий не будет помогать защитникам, то никогда не будет хороших защитников. И мы все вместе не будем помогать друг другу, то и так можно, конечно, можно. У кого-то есть лимит на доверие, да, грубо говоря, там, кого-то нельзя, там, да. Но хорошо, ребята играют, но просто нужно помогать всем вместе. Но, в принципе, я считаю, что у нас хорошие защитники, и хорошее нападение, и хороший вратарь. Но нам главное быть сбалансированным везде, и друг другу помогать, и не обращать внимания, то, что там кто-то где-то пишет. Это был наш нападающий Евгений Кузнецов, который рассказал о пользе взаимодействия игроков нападения и обороны, что, конечно же, друг другу следует помогать. Готов высказать я свое мнение по поводу вчерашней игры, честно вам скажу. Проблемы в большинстве как были, так они и остались. Здесь Северная Америка, сборная Северной Америки, нас перебросала, причем перебросали достаточно серьезно, 42 на 24. Переиграли нас на точки вбрасывания, опять-таки, игроки Северной Америки. Но вот единственное, опять-таки, да, все это перекрывает то, что мы забросили на одну шайбу больше, чем наш соперник. Что касается непосредственно самой игры, да, опять же, возвращаясь именно к игре, к игре нашей команды, в первую очередь, скажу так, все, все бы ничего, да, но вот эти перестановки в звеньях, которые были произведены еще по ходу матча со сборной Швеции, они все-таки пока своего результата не дают. Смотрите, заброшенные шайбы нашими хоккеистами, это все плод практически индивидуальных действий игроков сборной России. Кузнецов протащил шайбу от своих ворот до чужих, забросил, все нормально. Но, опять же, командных взаимодействий там не было. Дальше, Тарасенко, опять же, получает шайбу. Хороший бросок получился у Володи Тарасенко, не спорю, все это здорово. Но, опять же, командных действий мы здесь не видим. И получается вот звено, да, создается звено Тарасенко-Овечкин-Дацук, и что? И каждый в этом звене, в принципе, старается играть поодиночке. Это тоже большая достаточно проблема. На мой взгляд, вот как раз не хватает этой сыгранности. Но еще один очень важный момент в игре сборной России со знаком минус. Игра команды в большинстве. Она настолько, вот, ну, честно вам скажу, отвратительна. Розыгрыша большинства у нас просто не существует. Кто в лес, кто по дрова. Опять же, Андрей Марков, защитник, который в Монреале бросает, бросает и бросает, и сам это главное попадает. Здесь почему-то Марков на себя совершенно не берет ответственность на этот бросок, за бросок. Почему? Не понимаю, честно вам скажу, не пойму, почему это происходит. Дальше. Не понимаю абсолютно игра на точке вбрасывание. Опять же, здесь возникают проблемы. Ну, об этом мы говорим постоянно. И вот сейчас Олег Знарок сказал, что два дня у нас будет отдыха, и два дня мы будем работать над большинством. Ребята, два дня над большинством, они ничего сейчас не дадут. Это схема, которая строится не за два дня во время турнира, а это схема, которая дается игрокам, и игроки ее изучают. Кто, где, зачем и почему. Но, с другой стороны, в принципе, самое-то важное мы сделали. Мы взяли два очка. Мы победили в основное время. И теперь, если регламент, да, ну, может быть, кто читал, кто нет, я вам сейчас расскажу, что там может быть по регламенту. Если две команды набирают равное количество очков, то вот тогда смотрят по личным встречам. Кто выше, кто ниже, да, то есть кто у кого выиграл, кто кому проиграл. Если же три команды набирают по равное количество очков, тогда, тогда, естественно, будут смотреть первое по заброшенным шайбам, дальше по победам в основное время или в овертайме, и дальше по уже личным встречам. Вот поэтому, собственно говоря, можно вот это все сказать. То есть, в принципе, на самом-то деле, не все так плохо. С другой стороны, вот сейчас, в данной ситуации, зависит все именно от сборной России. Как мы сыграем, как мы сыграем со сборной Финляндии, нам надо просто побеждать. И все. От нас сейчас зависит только, как мы с ними сыграем. Номер наш ватсап плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре двойки, девяносто три и два. Пожалуйста, пишите. И телефон двести семьдесят шесть, ноль, девяносто три и два, двести семьдесят шесть один, девяносто три и два. Код города Москвы четыре девять пять. Номер смс портала пятьдесят пять тридцать три. Наш опрос. Я еще раз напоминаю, кто же, на ваш взгляд, стал лучшим игроком этого матча? Я имею в виду, конечно же, матч Северной Америки против России. Четыре варианта. Сергей Бобровский, Иван Телегин, Павел Дацук, Никита Кучеров, ну или кто-то другой. Так что, пожалуйста, у нас пока лидирует Сергей Бобровский. Семьдесят семь процентов проголосовали именно за Сергея Бобровского. Действительно, он был самым лучшим. Здесь без вариантов. Ну и давайте отвечу я на некоторые ваши смс. Привет лучшим хоккейным журналистам. Подскажите, пожалуйста, при равенстве очков в группе, что является приоритетом? Ну вот я уже вам сказал про Кубок Мира и кто является приоритетом. Если две команды набирают равное количество очков, то, соответственно, там будут смотреть по личным встречам. Если три команды, тогда смотрят по заброшенным шайбам, по матчам между собой, где была одержана победа в овертайме или в основное время. Ну и вот, собственно, все эти критерии. Дмитрий до нас дозвонился. Дмитрий, здравствуйте. Да, здравствуйте, Владимир. У хоккейного клуба «Акбарс». Ну я понял, я часто не могу сказать. Не, 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 я понял. Давайте дальше пойдем. Магнитогорский «Металлург». Смотрите, Коварш играет в центре. По краям играет Зарипов, Мазякин. Кого из них взял Олег Знарок? Ни того, ни другого. Я понял, о чем вы говорите. То есть вы предлагаете брать сыгранные звенья. Но дело-то в том, что у нас этих сыгранных звеньй по сути нет. Вот в СКА есть Шипачев, Додонов, да, и вот к ним вернули Панарина. Что можно сказать по игре Шипачева? Провалил. Поэтому в этой ситуации, опять же, здесь надо смотреть не только по клубному признаку и по сыгранности звеньев. Просто на данном этапе сыгранных звеньев у нас просто не существует. К сожалению, хорошо ли это или плохо ли это. Ну вот, например, Овечкин играет с Кузнецовым в одном звене в Вашингтоне. Но они же сейчас не играют в сборной. Поэтому вот так вот. Мария Идеева пришла в студию. Ну и, собственно говоря, что же ты, Маша, нам интересного принесла? Какие новости? А я вам расскажу про сборную России. Сегодня, во-первых, Сергею Бобровскому исполняется 28 лет. С чем мы его и поздравляем. Его спросили, победа это хороший подарок на день рождения? Но он промолчал, он очень скромный. Кипер мира по игре внизу. Это ярчайший пример игры вратаря, которой можно любоваться. По подвижности, по пониманию игры, по быстроте мышления и передвижения он превосходит всех в мире. Но наши игроки должны понять. Бобровский молодец, но работы у него должно быть меньше. Давайте жалеть вратаря и понимать, что физические возможности голкипера, к сожалению, все же ограничены. Ну и действительно, сегодня Сергею Бобровскому исполнилось 28 лет. С чем мы, собственно говоря, Сергея Бобровского и с большим-большим удовольствием поздравляем. И, конечно же, желаем ему все самого наилучшего. Что же, продолжаем наш разговор. Продолжаем мы говорить о сборной России. С одной стороны, вот здесь действительно пишут, ну, отскочили, как было и в полуфинале чемпионата мира 2015 года. Ну, а мы сейчас как раз-таки отправляемся в Торонто, где находится наш, не наш, а точнее, обозреватель газеты «Советский спорт» Павер Лысенков, который воочию наблюдал вчера подвиги Сергея Бобровского. Паш, доброе тебе утро. Доброе утро, да. Сергей Бобровский последние сутки сделал 70 центов. Только ты с северо-саканцами, это, конечно, очень много. Паш, вот опять же, что бы ты сказал по вчерашней игре? Ну, вот действительно, согласись, Сергей Бобровский – это человек, который нас вчера спас и буквально дал нам шанс на победу, которой мы воспользовались. Ну, я вчера снимал чисто так, потому что в первом периоде, в принципе, у России было преимущество по моментам, вот имею в виду то, что выбрасывание, силовая борьба, то есть работа техническая. При том, что североамериканские молодые атаковали Астрия, и они забили его, когда Макдейвит убежал. Макдейвит, конечно, гениальный игрок, и у него все очень здорово получилось в том моменте с Туцуком. И, конечно, иногда все это было плохо, но мы работали на гол, который, в принципе, должен был быть, то есть так не могло быть тогда. И во втором периоде нам получилось, видите, чем не один раз, а четыре. То есть там четыре броска, такая вспышка произошла, там пятиминутная. Все удалось перевернуть. Вот, потом Россия начала выпускать инициативу, забили нам один, трой, и уже началась игра. Ну, мы начали действовать по игре. Вот, конечно, они, кстати, много перебросали, и по всей политике немножко как... Астрия, ну, понятно, почему происходит, да, там мы с дворами шести нас прижали, мы отбивались как могли, но самое главное, что мы отбились, показали характер. Паш, Паш, еще можно тебе... Еще можно тебе один вопрос? Вот третий период, мы сейчас про него как раз и говорим, 14-2 по броскам в пользу игроков Северной Америки. Вот, на твой взгляд, как ты думаешь, а что за задание было? Задание было вот держать вот этот счет или что? Нет, народ же сказал прямым текстом на трех конференций, что просил ребят не прижиматься к своему ротам, но там, видишь, какие все удаления, да, там, кто-то шайбу выбросил, кто-то зацеп сделает, там, Панарин сидел на лапке штрихников, себя корил, наверное, там, последними словами обзывал. Вот, 94 секунды в концовке, втроем играть против пятерых, это, ну, выстрели, это как бы большое достижение, но те же самые канадцы, которые более матерые, у которых побольше опыта, чем в этой молодой сборной Северной Америки, они могли бы нас спокойно дожать. Вот, надо просто этих моментов было не допускать, чтобы мы удалялись поменьше, я думаю, такой бы раненый броском не было, может быть, даже мы бы забили гол в пустые ворота, пятый. А еще один вопрос, игра в большинстве, вот, а согласись, что это наша такая большая проблема, да, и получается, что вчера был шанс, вот, выигрывали, да, когда, помнишь, удаление было, удалили того же Макдэвида, забрасывая, реализуем мы это численное преимущество, и, собственно говоря, спокойно бы уже доиграли эту встречу без вот той нервотрепки, которая была в самой концовке. Что делать с большинством? Да, тут вообще можно шире посмотреть, то есть говорили до Кубка мира, что наша слабая сторона – это защита, но при этом защита более-менее справляется, вратарь тащит, и оказалось, что наша слабая сторона – это атака, потому что очень много звезд, и баланс трудно найти, и то, что перед этим матчем Северной Америки в народ перетасовал вообще все четыре звена, то есть просто, то есть там ни одной тройки сыгранной не осталось. Это говорит о том, что мы до сих пор находимся в этом поиске, и, включая большинство, у нас этого нет, баланса, то есть какую-то химию найти, которая начнет работать. Вот, не знаю, вот он сказал, что в следующие два дня до матча с финами конкретно большинство будет тренировать, вот, но пока его нет, и без него будет тяжело, конечно. Паш, ну и забегая уже непосредственно к матчу номер три, чего-то ждать-то нам от матча Россия-Финляндия. Тяжелая ведь игра будет, и соперник для нас не очень удобный в последнее время, да, вот вроде проиграли с сборной Северной Америки, но с другой стороны, здесь на турнире, да, вот у команд-то бывают такие спады. Да, ну ждать нам надо победы, потому что несколько аргументов у меня есть за это. Во-первых, чисто по математике мы не можем все время проигрывать, но это будет просто нереально. У нас, конечно, бывают какие-то моменты, когда мы там выступаем, да, объективно, там, или на Олимпиаде в Сочи, в домашнем чемпионате мира, там было все по делу, но нельзя так, то есть это не может продолжаться вечно. Во-вторых, у финнов новый тренер, не вестер, он, да, профессор, а молодой 39-летний парень, ему дали сборную, то есть сказали, давай вот на Кубке мира как раз въезжать в тему, дальше будешь работать ты. Вот, я думаю, что им тоже может где-то не хватить опыта. В-третьих, мы видели, как вот молодые звезды в Северной Америке, Синляндии расправлялись. Нам надо действовать в таком же духе, напор, наглость, агрессия. И если мы, мы же видели, по сути, две сборные России здесь двух матчей, да, если мы будем, как со шведами, они нас укатают, да, играть вот этот европейский вязкий хоккей, мы сейчас им болотилось, то там шансов, конечно, не будет, и мы на старой грабле в сотый раз наступим. А если будем, как вот с молодыми звездами, играть во втором периоде, да, там, ломить, давить, бросать, то мужчинах просто вскроем, взломаем и будем спокойно играть в полуфинале. Понятно. Паш, спасибо тебе огромное. Действительно, разложил, что называется, все по полочкам. Напоминаю, на связи с нами был обозреватель газеты «Советский спорт» Павел Лысенков, который находится в Торонто на Кубке мира. Спорт-ФМ. Сто процентов хоккея. С удовольствием еще раз поздравляем. Ну, а нам надо двигаться дальше. Чуть позже мы, естественно, будем продолжать наш разговор и поговорим уже о том, что творится и в других группах, в том числе. Ведь сборная Европы практически себе уже, ну, почти обеспечила участие в плей-офф. То есть сборная Европы, которую считали одним из аутсайдеров, будет почти уже вопрос этот, можно сказать, решен, играть в плей-офф. Сегодня будет все зависеть от того, как сыграют Канада и США, но об этом уже в следующей части нашей программы. Реклама Поклеить обои? Устранить протечку на кухне? Починить стиральную машину? Или просто хорошенько выспаться после рабочей недели? Ищите проверенных мастеров на сайте yudu.ru. Разместите задания, сравните предложения мастеров и выберите лучшего по цене и отзывам. yudu.ru Не стоит грустить по ушедшему лету. Зима обещает быть жаркой с полноприводным Ягуар. Модели XE и XF оснащены новейшими системами помощи водителю, которые подарят вам драйв на любой дороге, даже зимой. А мы подарим вам полный привод, комплект зимних шин и персональные привилегии. Скорей вы зима! Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2016 года при покупке новой Ягуар XF в комплектации Prestige или Ягуар XE. Количество подарков и автомобилей ограничено. Подробности на сайте yaguar.ru На большие цели нужен большой кредит. Просто захотела и взяла. Просто кредит до 5 миллионов рублей. Просто по низкой ставке от 15,4% годовых. Локобанк. Банк простых решений. КП Локобанк. АО. Генеральная лицензия ЦБРФ 2707. Концептуально новый салон продаж. В мире Mercedes-Benz в центре Москвы. Делает исключительное предложение в честь открытия. Е-класс от 2 миллионов 578 тысяч рублей. ГЛС от 4 миллионов 672 тысяч рублей. Переплата по кредиту 0%. Mercedes-Benz Рус. Ленинградский проспект 39А. 495-225-400. Mercedes-Defis MBR.ru. Предложение действительно при первоначальном взносе 50% при сроке кредитования 24 месяца. Под переплатой понимается сумма процентов за пользование кредитом и единовременного вознаграждения за оказание услуги по дистанционному предоставлению кредита. Переплата компенсируется официальным дилером Mercedes-Benz Рус путем предоставления скидки на автомобиль. Не является публичной офертой. ООО «Мерседес Бенз Банк Рус». Нужно заменить проводку или подключить бытовую технику? Не будь экстремалом. Звони профессионалом. МОС «Энергосбыт» выполняет электромонтажные работы любой сложности. До 15 ноября скидка 10% при заказе от 15 тысяч рублей. Звоните. 8-495-988-9030. Сайт messelectric.ru. Предложение действительно на территории Москвы. Вот уже 87 шины Нокиан Хакапелита прокладывают путь по заснеженным дорогам. 87 мы совершенствуем их для вашей безопасности. В честь юбилея шин Хакапелита Нокиан Тайрс проводит конкурс. Заправляйтесь на АЗС Шелл от 35 литров. Участвуйте в конкурсе и выигрывайте шины Нокиан Хакапелита, топливные карты Шелл и другие призы. Конкурс проводится с 29 августа по 25 сентября 2016 года. Подробная информация об организаторах конкурса, о правилах и порядке его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте nokiandefispromo.ru. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. «Спорт.ФМ» «Спорт.ФМ» Когда спортивные новости освещают чуть больше, чем полностью. Когда важные заявления делаются из первых уст. Когда любой результат дает пищу для размышлений. Говорят, что тема раскрыта на все сто. Каждый день спортивное шоу «На все сто» с Дмитрием Герунцом. Слушай «Спорт.ФМ» на «Все сто» каждый будний день с 19.00. Идет четвертый день Кубка мира по хоккею. «Спорт.ФМ» Мы делаем спорт ближе. А сейчас «Сто процентов хоккея». Действительно программа «Сто процентов хоккея» продолжается. Владимир Дегтярев, я работаю для вас. Ну и продолжаем мы наш опрос на нашей страничке «Спорт.ФМ» ВКонтакте. Кто, на ваш взгляд, стал лучшим игроком матча Северная Америка-Россия? Сегодня четыре варианта, да, четыре игрока мы вам предложили. Можете, конечно, и свой вариант предлагать. Итак, Сергей Бобровский, Иван Телегин, Павел Дацук и Никита Кучеров. Ну и, собственно, почти 79% проголосовало за нашего вратаря, за Сергея Бобровского. Но об этом мы еще, естественно, будем говорить. А сейчас поговорим и о других матчах, которые также были сыграны вчера. И матч, который будет сыгран сегодня в нашей группе. Матч очень важный в плане распределения мест. Но начнем со сборной Европы, которая одержала вторую победу. На этот раз обыграли сборную Чехии, пусть и в овертайме, но набрали два очка. И на связи с нами комментатор КХЛ-ТВ Алексей Пишнин. Леш, приветствую тебя. Все, уважаемые слушатели. Да, Леш, и вот сразу давай начнем со сборной Европы. Вот тебя удивила все-таки эта команда? Ведь говорили, да, что аутсайдер, что, в общем, наверное, самая непонятная сборная из всех, которые тут есть. Но, в итоге, сейчас сборная Европы, это практически уже двумя ногами в полуфинале. Ну, в первом матче против сборной Соединенных Штатов Америки, ну, да, приятно удивили. Во втором матче, в матче против Чехии, уже удивлений, по большому счету, не было. Потому что она продемонстрировала эта сборная примерно то же самое. Поэтому здесь уже, ну, скорее, это уже более привычное зрелище. То, что очень хорошая организация игры. Самое, наверное, главное здесь, что нужно отметить, это при том, что там собраны люди таких очень разных хоккейных культур. Да, если, допустим, такая же сборная Солянка, как Северная Америка, да, там все-таки, ну, люди примерно так с одной системой, на одной североамериканской хоккейной волне. То здесь настолько разные хоккейные страны с настолько разным силами объединены в одну сборную. И настолько все это здорово организовано, что остается только вновь воздать уважение мастерству Ральфа Крюгера. Действительно, на мой взгляд, наверное, такое очень приятное, я бы сказал, впечатление оставляет и работа Ральфа Крюгера в том числе. На твой взгляд, вот от сборной Чехии никто ничего не ждал. Ну, собственно говоря, оно так и вышло, да? То есть чехи здесь оказались в ранге аутсайдера, и они это, в общем-то, в принципе, подтверждают. Ну, что сказать по чехам, понимаешь, в чем дело? У них такие достаточно серьезные проблемы на самой, наверное, ключевой хоккейной позиции, на позиции центральных нападающих. Да, вот смотри, Крюгер у них из-за травмы не играет, да? Это же, в принципе, один из ведущих центральных нападающих вообще всей национальной хоккейной лиги. Один из центров универсалов очень высокого уровня, да? Саботка, который в Питере там подломался, играет с травмой. Вот, поэтому сейчас, вот на данный момент, у них единственный такой более-менее элитный боеспособный центр остался, потому что Плека нет. Ну, сам понимаешь, с одним центральным нападающим на что-то серьезное замахиваться сложно. Действительно, соглашусь, это очень и очень сложно. Леш, ну и давай тогда по матчу, который сегодня будет в нашей группе, потому как матч, который, в принципе, очень так серьезно может повлиять вообще на всю турнирную таблицу в нашей группе. Сборная Швеции сегодня будет играть против сборной Финляндии. По сути, для финнов, ну, это такой почти последний шанс, да, зацепиться за плей-офф. Потому как, если проиграть, то, понятно, там шансов еще меньше будет, хотя теоретически они там вроде какие-то остаются. Леш, чего ждать от этой игры? Ну да, согласен с тобой, для финнов это мать жизни. Тем более, что финны в последнее время как-то и себя, и нас приучили к тому, что у них успешная сборная, что она на практически каждом турнире, в том числе и самого высокого уровня, Олимпиады, Чемпионата мира, она доходит до полуфинала, она берет медали. Вот, и поэтому, естественно, такой будет достаточно серьезный для них удар по самолюбию, если они вот на таком турнире, как Кубок мира, из группы не выйдут. Поэтому, естественно, они достанут из себя все, тем более в встрече с таким принципиальным соперником, как шведы. Матчи между этими соседями, они всегда в очень серьезной борьбе проходят, так что пух и перелетят. Ну вот, поэтому, да, тут посмотрим, на что способна именно такая вот разъяренная, именно такая вот разозленная сборная Финляндии, которая, ну, не так уж и часто мы вспомним моменты, когда сборная Финляндии, ну, почти за весь матч практически ничего не создает, и только лишь там гол престижа забивает в самом конце. Вот, так что атакующий потенциал, а он очень хорош у финской сборной, должен когда-то, наконец-то, начать раскрываться. Ну, а вот по шведам, да, вот очень многие сейчас говорили, что сборная Швеции показала такой унылый, может быть, хоккей, имеется в виду матч против сборной России. По сути, если бы там Россия играла чуть быстрее, чуть активнее, то, в общем, проблем никаких было, не было бы, да. Но, опять-таки, сослагательное наклонение, и в спорте, в общем-то, это неприемлемо. Что от шведов-то нам ждать? Я не считаю, Володь, я не считаю это унылым хоккеем, потому что сборная Швеции показала хоккей достаточно быстрый. Ну, я так считаю, что по объему катания, которое они способны выдать в течение одного матча, ну, с ними могут соперничать разве что канадцы. Я думаю, что и молодые североамериканцы тоже в этом плане от них отстанут. И, в принципе, только канадцы способны выиграть конек у шведов. И просто сборная России, ну, понимая прекрасно, что в догонялке играть со шведами бесполезно, вот она и, в принципе, и сыграла от обороны на контратаках. Вот, плюс ко всему, все понимали, что, ну, шведы, скорее всего, фаворит нашей группы, поэтому и вот так вот кровь из носу, да, победу добывать, ну, тут тоже, наверное, так вопрос не стоял. Вот, то есть получится, да, не получится, не трагедия, тем более, что это самый первый матч. Вот, поэтому я не считаю тут хоккей унылым, он был достаточно содержательным. Вот, ну, а что касается вообще самих шведов в преддверии этого матча, ну, наверное, тут самое интересное, это как будет Гренбург решать продавскую дилемму, да. С одной стороны, Макстрюм очень здорово отыграл матч против сборной России. Ну, вот, отыграл так, что, ну, вот только лишь последние секунды там этого матча, последние минуты, да, вот когда сборная России забила два гола из них один незащитный, ну, да, вот тогда он только дал немножко слабину и сбой, а так, ну, можно сказать, что почти весь матч отыграл на ноль. Вот, и вроде как уже Хенрик Лунгкес и здоров, и тренируется, и вроде как уже готов играть, и вроде как авторитет его такой, что вроде как второй матч подряд на ласке не оставишь, да, и вот как решать эту проблему, это достаточно серьезное, наверное, будет повод задуматься для Гренбурга, и, наверное, решение он примет какой-то только последний момент. Вот, а так, ну, я думаю, что все-таки сборная Швеции выиграет этот матч, не обязательно в основное время, но, думаю, победа будет именно за ним. Леш, спасибо тебе огромное, по полочкам ты нам все разложил, действительно, будем ждать этого матча. А я напоминаю, что на связи с нами был комментатор КХЛ-ТВ, матч-ТВ Алексей Пишнин. Действительно, очень много там вариантов сегодня в нашей группе сборная Швеции, которая будет сегодня играть против сборной Финляндии, даст, может быть, дать или даст какие-либо ответы на некоторые вопросы, потому что если сегодня шведы побеждают, то, в принципе, в какой-то степени, может быть, они нам задачу несколько упрощают, да, надо обыгрывать финнов, и тогда, в принципе, все будет в наших руках. Если же финны выигрывают у шведов, да, ну, с другой стороны, для нас задача другой не становится. Нам все равно надо также играть на победу, и нам также в любом случае надо будет побеждать сборную Финляндии. То есть, в принципе, для нас, по сути, вот ничего не меняется, да, нам надо просто выигрывать и выигрывать, ну, там, неважно, в основное время или нет, за победу дается два очка, что по булитам, что в основное время, что в овертайме, но желательно, конечно, побеждать именно в основное время. И плюс еще, наверное, для убедительности, конечно же, лучше было бы победить с чуть большей разницей заброшенных и пропущенных шайб. Вот тогда, наверное, было бы вообще все идеально. Ашот нам пишет на наш смс-портал, Бобровский много пропускает, шесть шайб за два матча. Ну, Ашот, во-первых, Бобровский пропустил пять шайб за два матча. А с другой стороны, вот если вы внимательно вчера смотрели, слушали ли нас, вы, ну, вот представляете, когда по вашим воротам наносится сорок два броска. Причем Бобровский выручил нас дважды, когда против нас выходили один на один. Бобровский нас выручил дважды, когда против нас выходили два и три в одного. Представляете? И вот сейчас говорить, что он там как-то много пропускает, Ашот, я бы не стал. Это действительно надо посмотреть просто на игру вратаря. У нас впереди с вами еще достаточно большое количество тем, которые нам надо обсудить, и мы обязательно это сделаем. Я не могу не задать тебе этот вопрос, потому как сегодня он у нас в опросе. Внимательно. Кто, на ваш взгляд, стал лучшим игроком матча Северная Америка-Россия? У нас есть четыре варианта. Это Сергей Бобровский, это Иван Телегин, Павел Дацук и Никита Кучеров. Кого бы выделила ты, Дарья? Ну, поскольку вратарь у нас все-таки отдельная инстанция, я выделю и Кучерова, и Бобровского. А, вот так вот. Ты видишь сейчас как-то... Да, полевой игрок и, конечно, вратарь. Видишь, как ты так знаешь... Почему вы забыли Наместникова, скажи мне, пожалуйста? А мы предложили нашим радиослушателям свой вариант. То есть мы его как бы и не забыли. Но вот у нас, смотри, 80% проголосовали, знаешь, за кого? За Сергея Бобровского. Почти 700 человек отдают ему свои голоса. Ну, абсолютно правильный, не только, наверное, все-таки лучший вратарь нашей сборной, лучший вратарь, один из лучших на турнире, и все-таки победа, которую вчера ребята наконец-то одержали, огромная заслуга Сергея в этой победе. Потому что, наверное, где-то местами чуть-чуть еще бы и молодежь бы дотянула, дожала. Это точно. Даш, «Локомотив» потерпел три поражения подряд. Это мы уже возвращаемся к континентальной хоккейной лиге. Как ты думаешь, «Спартак» способен продлить эту серию? Или «Локомотив» сегодня будет настроен серьезно, дабы вот эту грустную серию для себя прервать? Ну, обе команды хотят прервать эту грустную серию. Самое, мне кажется, наверное, ироничное, то, что они находятся очень близко в турнирной таблице. Одна команда на шестом месте «Локомотив», другая на седьмом. Поэтому, естественно, просто заскаливает уровень вот этой принципиальности. Что касается способностей, ну, опять мы видим, что у обеих команд проблемы. Одни и те же в нападении, что «Локомотив» у нас, в принципе, всегда мало забрасывает. Но и у «Спартака», у команды атакующего стиля тоже совсем не идут дела. Есть проблемы в большинстве, меньшинстве. Но вот как-то в этих компонентах, именно в своих слабостях, они похожи очень сейчас. Ну и на твой взгляд, все-таки кто сегодня ближе к победе? «Локомотив», который еще играет у себя дома, как ты думаешь, вот в этой, в данной ситуации родные стены, они действительно могут помочь Ярославлю? Владимир, «Локомотив» две последние игры проиграл у себя дома. Поэтому являются родные стены здесь каким-то показателем. Сомневаюсь, что есть какое-то преимущество. Самое главное, наверное, собранность команды. Единственное, я могу дать такую небольшую подсказку. Очень сильно сегодня изменены связки в «Локомотиве». Пытаются, пытаются найти ответа для своих проблем. Даша, спасибо тебе огромное. Будем наблюдать за этим матчем. Ну а потом ты нам все это уже расскажешь. Дарья Миронова, ведущая программы «100% хоккей» была с нами в эфире. Дарья находится сейчас в Ярославле, где буквально через два часа стартует матч между «Локомотивом» и «Московским Спартаком». Ну а мы продолжаем разговор о хоккее. Вновь мы возвращаемся к Кубку мира. Это главная тема нашей программы. И сегодня два матча. Ну, во-первых, матч в нашей группе. Матч между командами Швеции и Финляндии. Матч, который может повлиять на расклад в турнирной таблице в целом. Да, потому как все будет зависеть от того, как сыграют между собой сегодня эти команды. Но, с другой стороны, для нас вариант там, выиграют ли шведы или финали, нам надо побеждать самим. В любом случае, нам надо одерживать победу самим и уже, собственно говоря, идти, что называется, вперед. Ну и, естественно, сегодня не могу про этот матч не сказать. Сегодня в три часа по Москве, точнее уже в ночь со вторника на среду, будет битва. Сойдутся две североамериканские сборные. Сборная США и сборная Канады. И я напомню, что американцы сенсационно ли, не сенсационно ли, но американцы в первом матче проиграли сборной Европы 0-3. И сегодня, если сборная США проигрывает, то фактически американцы лишаются шансов на продолжение борьбы за выход в полуфинал. Поэтому сегодня, а и уже Джон Тартарелло, главный тренер сборной США, об этом сказал. Парни, сегодня для нас финал. Все, у нас нету никаких там групповых турниров, у нас нету там каких-то полуфиналов. Сегодня у нас финал против сборной Канады. Нам нужна в этом матче только победа. И поэтому, я думаю, сегодня будет заруба. Сегодня, я думаю, будет в любом случае очень интересная встреча. Игроки прекрасно друг друга знают. Игроки, которые где-то играют вместе в одной команде, где-то играют друг против друга в национальной хоккейной лиге. Вот сегодня эти парни сойдутся вот в этой битве. И я думаю, это будет очень и очень интересная игра. Сборная США против сборной Канады. Естественно, завтра будем мы этот матч также с вами обсуждать. Ну, а сейчас рад я приветствовать Игоря Катманова в студии. Совсем скоро у нас стартует программа «100% футбол». Игорь, привет. Привет, Володь. Ну, вот, как ты считаешь, вчерашний матч, ну, точнее, уже, наверное, сегодняшний, да, против сборной Северной Америки для нас закончился, в принципе, достаточно хорошо. Хотя, есть некие моменты, да, и мог он закончиться и не очень для нас хорошо. Вот на твой взгляд, отскочили, да? Ну, вот как ты считаешь? Ну, получается, что да. Победили, победили и хорошо, да? Получается, что да, да. Победили и хорошо, решающая игра против команды Финляндии. Надо теперь уже забыть про матч Северной Америки и Америка и готовиться на вот эту игру с финнами. А финны, ну, наверное, кто-то уже подзабыл, потому что это было давным-давно. Они вообще финалисты последнего кубка. Да, Кубок мира 2004 года. Сборная Финляндии впервые тогда в своей истории играла в финале. Но проиграли канадцам. Ну, понятно, там канадцам вообще остановить сложно. Да, причем проиграли так достойно. Два-три они проиграли. Да, согласен. Там был момент, когда, в общем-то, могли, могли даже и вытянуть эту игру. Но вот, к сожалению, так. Вопрос, на твой взгляд, действительно, Бобровский, это вот сейчас тот вратарь, без которого вот эти вот победы, они просто не состоялись. Ну, ты как любитель национальной хоккейной лиги прекрасно знаешь, что Кубок Сталин не выигрывает команды с хорошими вратарями. Выигрывает команды со звездными вратарями. Поэтому вратарь, наверное, в современном хоккее-то даже больше, чем полкоманды. Поэтому удивляться вот игре Бобровского не стоит, а, наверное, так и должно быть. А можно вот провести некую параллель футбольного и хоккейного вратаря? Вот есть что-то схожее? А у нас сегодня как раз-таки будет опрос по голкиперу питерского «Зенита», да, по Ладыгину, ну и по Киржакову. Или кто-то, может быть, хочет другого вратаря видеть в этой команде, потому что, ну, «Зенит» пропускал многие голы как раз-таки по вине голкипера. Ты сейчас сказал по Киржакову, я аж испугался, думал, неужели Александр? Михаил, Михаил. Ну, я понял, да, брат. Ну, вот видишь, с другой стороны, вот смотри, сейчас там же у нас Акинфеев идет там на суперрекорды. Сколько там, 38 матчей, да, в Лиге чемпионов он уже там подряд пропускает мячи. Это с одной стороны, да, а с другой стороны, как раз-таки благодаря Акинфееву очки и набирают. Вот я как раз про это и к этому и как бы подводил. Ну да, Бобровский же тоже пропустил, да, три шайба. Вот смотри, да, вот сейчас нам написал наш радиослушатель на СМС-портал Ашот, что типа Бобровский в двух матчах пропустил, ну, пять шайб. Это типа много. Да, с одной стороны, вроде как действительно, какие пять он пропустил? А, ну да, пять шайб. Три от Северной Америки, две от Швеции. Но, с другой стороны, а давай посмотрим, сколько раз Бобровский нас вот даже во вчерашнем матче выручал. У нас еще команда такая безбашенная в обороне, прямо скажем. А я тебе, знаешь, как скажу, вот вчера... Как в ССК у Акинфеев, да, то они же тоже, как Акинфеев же не виноват. Ты знаешь, во вчерашнем матче мне казалось, что я вообще смотрю молодежный чемпионат мира, да. То есть вот этим молодым командам, что свойственно, они бегут в атаку, у них вообще все в атаке прекрасно получается. У них практически отсутствует какая-то определенная схема игры, но при этом они пробегают среднюю зону, вообще там не останавливаясь, забрасывают шайбы. А я думаю, это на руку такая игра нашим. Наши любят такой хоккей. А с одной стороны, да. Но только вот и у сборной России вчера не прослеживалась, собственно говоря, никакой схемы какой-то игровой. То есть мы были похожи вот на эту молодежную команду, которая также бежала вперед. Ну, это опять, знаешь, то, о чем мы вчера говорили, да, проиграли, это поражение с нарка. Выиграли, получается, вроде не победа с нарка, но с одной стороны. А с другой стороны, все-таки тренер-то вводил команду, тренер готовил к этому матчу. Ну, знаешь, вот еще что, ну, вот вопрос у меня. Каждый раз наши тренеры говорят, больше бросайте, больше бросайте. Вчера бросили 24 раза. Североамериканцы бросили вчера 42 раза. И, ну, вот, ну, что с этим делать? Ну, наверняка Азнарог говорит, больше бросайте. Я не знаю, почему не бросают. Пока что-то не получается. Ну, что же, друзья, совсем скоро встречаете Игоря Катманова в программе «100% футбола». Ну, а мы подводим наши итоги по нашей голосовалке. Вопрос у нас сегодня был достаточно простой. Кто, на ваш взгляд, стал лучшим игроком матча Северной Америки и России? Итак, у нас, естественно, Сергей Бобровский побеждает здесь с большим, с большим отрывом, потому как 80% проголосовали именно за него. И Сергей Бобровский по праву становится лучшим игроком. Ну, и, собственно говоря, признают это и сами хоккеисты. Мы продолжим завтра обсуждение Кубка мира. Естественно, будем продолжать мы разговор. Тем более сегодня вечером, поздно вечером, встречаются сборные Швеции и Финляндии. Две команды из нашей группы, которые, в общем-то, могут повлиять на итоговое распределение мест в группе. Потому что кто-то выиграет, кто-то может проиграть. То есть в этой ситуации тоже будет от этого очень многое зависеть. Я, Владимир Дегтярёв, с вами прощаюсь. Всем до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова